Масло чёрного тмина. Нигела сатива – это небольшой кустарник с фиолетовыми цветками, который растёт на Ближнем Востоке, Восточной Европе и в Западной Азии. Крошечные чёрные семена этого кустарника использовались как целебное средство издревле и считались хорошим лекарством от многих недугов. О пользе этого растения отмечали в своих трудах авиценна, галин, амирдовлад, амасиаци. Используются семена также в кулинарии, как пищевая добавка в приготовлении пищи, выпечки и напитков. Доказаны антиоксидантные свойства масла чёрного тмина. Оно обладает противовоспалительными свойствами, снимает воспаление внутри организма и на кожных покровах. Как косметическое средство улучшает состояние кожи и волос, помогает в борьбе с лишним весом. Используется как дополнительное средство для лечения рака и диабета. Эффект можно получить также от измельчённых семян. А концентрация масла зависит от места, где выращивают растения. Полезные свойства связаны с содержанием большого количества витаминов, минералов и жирных кислот, и антиоксидантов, благотворно влияющих на организм. Польза масла чёрного тмина в медицине. Препарат успешно применяется в лечении некоторых наиболее распространённых заболеваний и симптомов, включая высокое кровяное давление и астму. Он обладает сильным противогрибковым действием в отношении кандида альбиканс, дрожжей, которые могут разрастаться в организме и привести к кандидозу. Полезные свойства масла включают. Приём экстракта приводит к снижению высокого кровяного давления в течение двух месяцев у лиц с небольшим повышением давления. Содержание полезных жирных кислот способствует снижению уровня плохого и поддержанию хорошего холестерина. При внутреннем применении облегчает симптомы воспаления при ревматоидном артрите. Как природный антибиотик, положительно действует при бронхиальной астме, бронхите, уменьшая воспаление в дыхательных путях. Благотворно влияет на желудочно-кишечный тракт. Уменьшает боли, снимает спазм. Расстройство желудка. Способствует уменьшению газов, вздутие живота. Помогает при гастритах, предотвращая образование язв. Обладает противодиабетическими свойствами, понижает сахар в крови. Согласно статье в журнале эндокринологии и обмена веществ, масло тестировалось на животных и показало положительный результат. В клинических исследованиях в группе мужчин с бесплодием было установлено, что экстракт увеличивает объем спермы и количество сперматозоидов и повышает их подвижность. Экстракт обладает противораковыми свойствами, благодаря тимохинону, входящему в состав масла черного тмина. При местном применении он помогает в борьбе с раком кожи. Исследования на лабораторных животных показали, что тимохинон способен уменьшить рост опухолей. Это вещество действует на запрограммированную гибель клеток или апоптос в некоторых типах раковых клеток. К ним относятся рак мозга, лейкоз и рак молочной железы. Масло также помогает уменьшить вредные воздействия на ткани при радиотерапии. Но оно не должно использоваться вместо традиционных методов лечения. Применение экстракта черного тмина в косметологии. Масло используется для красоты проблемной кожи и лечения некоторых кожных болезней. По данным журнала дерматологии и дерматологической хирургии, применение лосьона, приготовленного из 10% черного масла, снизило частоту появления прыщей. Применяется как увлажняющее средство для волос. Регулярное применение обеспечивает блестящие и шелковистые волосы. Используется в лечении псориаза и экземы. Добавление экстракта к маслам и увлажняющим средствам в шампуни, в средства для ухода за кожей домашнего приготовления, способствует лучшей гидротации кожи. Рецепты с маслом черного тмина. При проблемах дыхательной системы принимать по 1 чайной ложке масла перед едой утром и вечером. Рекомендуется ингаляции парами масла. В 1 литре воды разводим 1 столовую ложку масла. Для растирания смешивать масло черного тмина с оливковым маслом 1 к 5. Для снижения артериального давления. Чайную ложку молотых семян тмина добавлять в горячее питье и пить по утрам до еды. При печёночных недугах в 100 граммах мёда размешать чайную ложку молотых семян. Ежедневно принимать по 1 чайной ложке. С целью понижения уровня холестерина в заваренную мяту добавить 1 чайную ложку масла тмина и немного мёда. Пить горячим на голодный желудок. Ограничения и риски в применении. Масло черного тмина может усиливать действие лекарств, поэтому при их регулярном приёме обязательно нужно проконсультироваться у врача и не прекращать приём обычных лекарств, не посоветовавшись с ним. В разумных дозах экстракт улучшает функцию печени и почек, но чрезмерное употребление приводит к повреждению этих органов. Врач поможет выбрать оптимальное количество препарата. Для предотвращения аллергических реакций рекомендуется предварительно принимать в малых количествах или испробовать на небольшом участке кожи. Только при отсутствии аллергических симптомов можно переходить на лечебные дозы. Беременные и кормящие женщины должны посоветоваться со своим врачом перед применением препарата. Не рекомендуется при гастритах желчекаменной болезни. Противопоказано при ишемии, тромбофлебите, тромбозе, после перенесённых инфарктов. Нужно избегать попадания масла в глаза, ноздри и другие чувствительные части тела. Приём экстракта иногда может привести к побочным явлениям – расстройство желудка, запор, рвота. Для безопасности всегда нужно выбирать высококачественное сертифицированное масло черного тмина. Напишите нам под этим видео, что вы думаете по этому поводу. А чтобы не пропустить новые познавательные ролики про здоровье и долголетие, подписывайтесь на наш канал. При нажатии на колокольчик не забудьте отметить, что хотите получать все уведомления. Здоровья вам и долголетия!